Каталог с вами руками, часть 15. В этой части поговорим про сущность ревью, реализуем требования и правила, которые были оговорены ранее, которые сейчас видите на экране. Так, чтобы не затягивать видео, давайте сразу к делу. Итак, я уже открыл Visual Studio, но пока перед нами текстовой файл, в котором мы представили все нужные требования. Итак, первым пунктом стоит юзерней, мне должно быть не более 28 символов. Переключаюсь в Visual Studio, открываем проект Data, видим Review Model Configuration и смотрим, да, 128 стоит на ограничение. Дальше смотрим, не менее 5, так, как вы помните, делается уже непосредственно во ViewModule. У нас есть Review Model на Create и у нас нет ограничения. У нас есть, что он обязательный, но нет, что он... А, нет, вот есть. Конец, только это рейтинг и данный юзерней у нас нет. Минимум 5 символов, давайте добавляем. И юзерней у нас нет. Итак, я добавил дополнительную проверку на 5, в смысле на минимум 5 символов. Написал ее, соответственно. Месседжи вынес в отдельные константы. В общем-то, дальше теперь можно продолжить. Следующим пунктом идет... Так, давайте этот пункт у нас, пометим мы, что... Мы его уже готовы. Сделали следующий, Description, должно быть не более 2048 символов. И оно, оно может быть пустым. Но, соответственно, это мы можем тоже проверить. Здесь, для начала, мы понимаем, что Description. У нас вообще Description не указан. Давайте опишем, где... Так, почему Description-то тогда? У нас в Review нету Description. Так, интересно, интересно. Наверное, Message, да? Контент, а, контент. А, давайте сделаем это правильно. На самом деле у нас здесь должно быть что-то типа... Вот, контент у нас получается... Давайте теперь проверим. Так. Контент, Max 248, отлично. Теперь смотрим, что у нас... Он может быть пустым, но, соответственно, то есть эту проверочку мы тоже сделали. Следующий номер 3. Так, это у нас рейтинг от одного до пяти единиц. Давайте проверим. Так, рейтинг есть. Так, на рейтинг у нас уже все есть. Отметка. Готовчинка. Так, смотрим дальше. Теперь у нас обязательность продукта ID. Смотрим продукта ID. Вот продукта ID. А, вот продукта ID. EMPTY, значит, ошибка. Тоже ставим, что есть. Дальше. Вот. Начинается, наконец-то, интересно. Посмотреть все обзоры товаров, может только лишь администратор. Обзор всех товаров. Нужно использовать в названии. И опять, шестой пункт, они в игрушку касаются. Собственно говоря, это говорит о том, что мы должны сделать специальный контроллер, к которому будет доступ только администратор, который сможет видеть все обзоры для всех продуктов в одном списке. Ну, в общем-то, давайте это сделаем. Так, я лишнее сейчас позакрываю. Так, ревью контроллер. А, нет, стоп. Вот, ревью контроллер у нас есть. Так, ну, в общем-то, собственно говоря, у нас следовало от Writable, значит, у него есть уже пейджинг. Давайте запустим и посмотрим. Так, смотрим. Ревью у нас есть. Сейчас посмотрим, пейджинг мы можем посмотреть или нет. Нет, только авторизованный пользователь, допустим, как администратор. Проверяем, пейджинг запускаем. Так, ну, у нас, в общем-то, стандартная ошибка, то есть требуется обязательно указание размера страницы. Это все очень легко заправить. Да, мы смотрим, какие-то обзоры есть. И я, как администратор, зашел и увидел. Давайте сделаем следующий вопрос. Ну, во-первых, нужно сделать так, что вот этот вот пейджинг, который там внутри есть у контроллера, давайте покажу. Вернее, он даже есть не у этого контроллера, а у контроллера появляется в Writable, то есть в Writable. Таким удобным. То есть, во-первых, я делаю override. Говорю, что я хочу getPagit. Собственно говоря, вот вы видите. Ну, единственное, что мне здесь нужно сделать, это просто указать, что это будет в Writable. Котором есть название, то есть тут я уж точно сто процентов не промахнусь по названию. То есть, теперь в этот метод может попасть пользователь, только тот, у которого есть роль администратора. Давайте проверим это еще разочек. Ну, что во всяком случае, что ничего не сломано. Так, у меня открылся документ. Я пишу. Гармета выполнился, все работает. Я уверен, что у меня теперь не призованный пользователь электривизован, без роли администратора, этот метод не попадет. Передать поправим вот эту штуку, которая, если будет не указан, то она показывает ошибку. Это как бы стандартная штука такая. Так, то есть, пейджинг не может посчитать и бесконечно стремится. А что это значит? Смотрите, у нас есть базовый пейдж парамм, который используется, я смотрю, везде. Да, сейчас вот такой сделаю. А вот дефолт пейдж парамм, а, ну, все-таки у нас уже есть. Я извиняюсь, что не помню. Да, то есть у нас пейдж садись на 9, просто этот самый дефолт пейдж парамм, мы должны использовать везде. Так, здесь мы его используем, лишнюю строчки выбирать. Лишнюю строчку здесь используем. Здесь мы вообще ничего не используем, а в ревью надо просто поставить его везде. Сказать, что мы хотим его использовать и, соответственно, прописать по базовому. Все, теперь у нас такой ошибки больше не будет. Давайте проверим, что действительно нет. Запускается сайт, я нажимаю, здесь у меня 0 стоит, я запускаю. Да, дело в том, что здесь нужно, чтобы было не 0, а именно пустое значение. Сейчас еще раз нажала в 5, зашел, открываю ревью. Теперь у меня в пейджет. Так, вот он пейджет. Мне стоит нового значения. Я запускаю и, собственно, все работы. Теперь мне передавать память 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 50-50. Десятку, у нас мысли разместить не обязательно. Так, с таким образом у нас получается, что это тоже уже работает. Даже не только это, а еще и вот этот шестой пункт. Так, ну вот теперь на самом деле вот где начинается программирование. Это седьмой пункт, который властит следующее. Ревью можно тоже выключить и включить соответственно 100% товара, для которого это ревью написано. В общем, суть вот в чем. Если у нас есть товар, который включается и включается, то, соответственно, он должен выключаться. Все обзоры для него и тоже не должны выдаваться наружу. Ну, то есть, если товар отключен, то нигде, никак его ревью не должны отображаться. Потому что, если пользователь кликнет на ссылку, просмотреть это самое ревью, то, естественно, ему будет показано not found или доступ запрещен. Ну, в зависимости от того, как вы сделаете, например. Потому что товар скрыт. Так, ну и давайте тогда посмотрим, как у нас сейчас работает продукт. Когда у нас производится сокрытие продукта, мы должны скрывать все его ревью. Для этого нужно открыть менеджер продукта. Поэтому, мартинг не попал. Вот менеджер продукт, менеджер. Вот. И теперь, собственно говоря, вот мы видим, если у нас товар был не включен, его нужно включить. Для этого все категории проверяем. Если категория не включена, если она равна 0. Так. Ага. Таким образом получается, что мы не можем найти товар. Вот. Если у нас каталог неравен, ну и он невизиабл, тогда невозможно включить товар. Угу. То есть, таким образом получается, если мы скрываем товар, ну, в частности, это делается в менеджере. Не люблю namespace и пустыли их. И у нас нужно здесь вот мы в категории менеджера мы ищем товары, которые совпадают по этой категории идей. Мы их делаем скрытыми. А суть следующего, что нам нужно сделать не только товары скрытые, но и их, собственно говоря, обзоры. Давайте сейчас этим и займемся. Итак, существует две реализации. Во-первых, можно сделать правильно, а во-вторых, можно сделать хорошо. Я всегда выбираю правильно, хотя не всегда это получается. Итак, получается для того, чтобы спрятать не только сами продукты, когда мы прячем каталог, но и обзоры для этих товаров. То есть, можно сделать инклут этих самых непосредственно обзоров и reviews вот таким вот образом. И примерно вот такой вариант сделать. Если продукт имеет что у нас там, review, да? Reviews. Ну, допустим, не равен. Ну, давайте сделаем все-таки проверку. Мы же правильно программируем. И продукт review Any. Ну, что, в смысле, они вообще есть. Тогда, теоретически, было бы правильно сделать, соответственно, у product review. Вот, пусть будет вар, пусть будет review. Сделать, собственно говоря, то же самое. То есть, у review да, как понять, я не правильно написал, review visible false, то есть, непосредственно нужно спрятать. И, соответственно, делать ту же самую операцию, которая скажет нам следующее, что вот этот вот review state тоже стал modified. в общем-то, суть вот в чем. Когда я проделываю сохранение, то у меня, когда я делаю изменение видимости категории, то у меня прячутся сразу и продукты, и описание к этим продуктам. Давайте проверим, что это реально работает. и я в базе данных нашел эту самую категорию. вот эта категория, она вот сейчас visible. В этой категории есть грабли, она вот включена, и в этой категории есть описание, есть, для этого товара есть одно описание, оно вот visible. То есть, вся вот эта связочка от начала до конца visible. Теперь откроем непосредственно саму запись. Давайте отредактируем. у нас есть где-то вот категории. Так, у нас есть редактирование. А, вот, я уже ее проверял. Смотрите. Так, сюда я ставил идентификатор, а сюда visible ставлю false. То есть, я ставлю у садовый инвентарь, категории садовый инвентарь, visible false, и нажимаю execute. То есть, в общем-то, сработало, да? Давайте теперь в базе данных проверим. Так, вот, эта галочка теперь здесь быть не должно. у продуктов во всей этой категории нажимаем. Да, вот, осчез, там правда один продукт был и соответственно вот review для этого продукта. Как вы видите, все, все скрылось. То есть, данный принцип работает. Ничего, собственно говоря, не меняется. Так, давайте теперь вернемся в Visual Studio. Вот, то есть, этот вариант он как бы будет работать. Соответственно, когда мы делаем visible false, то то же самое. Ну, то есть, нужно сразу включить все ревью. Но тут странный вопрос, потому что если вдруг какие-то ревью не были опубликованы или администратор их специально скрыл, вот как бы такой вопрос, ну, собственно говоря, вашей бизнес-логики. Если вы захотите, вне зависимости от того, скрыл их администратор, ну, или вы на самом деле, или не скрыл, или еще какие-то другие условия, то потребуется немножко больше бизнес-логики реализовать и проверить, скрытый, не скрытый, может быть, добавить поле какое-то там, ну, в общем, понимаете, да, чем я говорю. На самом деле, я сделаю простой вариант, что сделаю, просто, чтобы эти товары, если они есть, они стали видимы. Для этого я сделаю так же, и, собственно говоря, сейчас вы примете, что в этом неправильном. почему вот эта локализация, которую я сейчас сделала, она неправильная. То есть, я также подключаю к клуб, и вот такую же проверочку делаю. В принципе, это должно уже вас раздадачить, что я делаю простой копипаст. Вот. Ну, и, собственно говоря, как вы понимаете, это не совсем правильно. Давайте проверим, что эта штука сработает. Я сейчас запущу приложение. Так, у меня тут уже все подготовлено. Я сейчас просто здесь поставлю Pro, и сделаю, чтобы визи был, стали видимы и все продукты. Запускаем в YouTube. Работала. Двольте проверим здесь. у нас здесь выключено. Нужно галочка включиться в продуктах. Вот эта галочка включилась. И здесь. Но, соответственно, работа и в ту и в другую сторону. Теперь, смотрите, внимание вопрос. Допустим, я скрываю все продукты, то есть товар не из категории, а из, допустим, вот отсюда. То есть я просто редактирую товар. Здесь что должно быть? В общем, вот здесь та же самая должна быть проверка. То есть, другими словами, вот это вот, вот эти вот манипуляции, которые здесь скопировано, включение-выключение, они должны теоретически проходить еще и в Product Manager. То есть когда мы делаем маппинг, вот, включаем проверка каталог на видимом. То есть если мы entity делаем видимым, то мы должны сделать то же самое. В общем, правильный вариант, конечно же, вот этот вот вариант, вот этот вот вынести в отдельный сервис, я не знаю, допустим, Product Service или Review Service, который, собственно говоря, и будет делать одно и то же, но уже в разных местах, чтобы не дублировать один и тот же код. Теперь давайте немного лирики. Смотрите, данная ситуация решается следующим способом. Ну, вернее, давайте по порядку. Чтобы решить вот эту вот дублированность, то есть мы здесь работаем с продуктом в данном случае. Вот продукты и в двух вариантах и теоретически должны также здесь использовать тот же самый какой-то там общее место, которое будет выделено для управления тем самым функционалом, то тут, собственно говоря, вот о чем. Если вы смотрели мое предыдущее видео, которое называется «Архитектура», там русским по белому рассказывано о том, что существует некоторая иерархия уровня бизнес-логики, которая определяет собой уровень взаимодействия с системой, с элементами. Смотрите, у меня есть главная сущность, которая, ну, в данном варианте, да, то есть есть главная сущность категория, у нее зависимая Product, и у продукта есть зависимое review. Теоретически, если бы они были равноправны, можно было бы сделать для каждой из них сервис, то есть продукт-сервис, review-сервис, каталог-сервис, и без вложений каких-то там использовать определениями, управлениями, вернее, извините. в моем варианте, каталог у меня более высокая штука, и я в управлении на уровне контроллера. Ничего страшного и сложного в этом нет, потому что, если бы у меня каталог где-нибудь управлялся еще в другом месте, я бы без раздерения совести создал бы каталог-сервис, хотя теоретически, конечно, можно сделать и в моем варианте, то есть вот в данном приложении, но делать, так сказать, оптимизацию ради оптимизации, это как бы вот, ну, не есть хорошая практика, потому что, когда есть повод для оптимизации, тогда оптимизацию, естественно, нужно делать. Да я поступлю следующим образом. У меня есть продукт, у него есть репозиторий. Теоретически, я мог бы создать продукт-сервис и какой-нибудь метод хит, допустим, там, продукт, делать в нем. Но так как у меня еще существует то есть необходимость существует скрывать и ревью конкретному продукту, то у меня в продукт-сервис получается, что должна быть еще какой-то метод хит ревью. Теоретически, можно предположить, что достаточно сервиса, но в данном варианте у меня манипуляция может происходить и еще с ревью, поэтому я для ревью сделаю сервис, а для продукта сделаю провайдер. Думаю, что вы меня поняли. Если нет, спрашивайте. Напишите в комментарии я обязательно все подробно объясню. Для начала я сделаю в папке сервис делаю ревью сервис. ревью сервис. соответственно будет у меня наследником iReview сервис. Я чуть попозже сделаю и покажу, как. Значит, в ревью сервис у меня будет непосредственно контроллер сюда over new for the injection i unit of work application backup and text application user application row это у меня unit of work отлично у меня конструктор теоретически сервис у меня единственное что он приводит писать теперь мне нужно сделать следующее мне нужно сделать паблик ну допустим пусть будет operation result пусть будет int я сейчас объясню change visibility by product id в общем-то о чем этот метод этот метод говорит о том что я смогу изменить видимость ну естественно чему review service и соответственно соответственно на change изобилие by product и review то есть в общем-то говорящими то есть чтобы не дублировать и review слово review то есть нами convention я его сделаю update visibility ну пусть будет reviews вот собственно для что у меня есть такая штука называется сниппет я вот так обычно делаю operation вот что это дает вот это вот ревью сервис я сделаю пока реализацию писать не буду это у меня что решатер да хочу решатер еще раз рене нет мне нужно сделать я сделаю ре рефактор я сделаю экстракт интерфейс iReview сервис все видимые да хочу вот у меня появился iReview сервис я проблему и подобию скажу что он у меня должен быть в отдельном файле и смоется мне он не нужен пока и чтобы не мешался ну и в общем-то речь вот о чем теперь мне нужно этот сервис зарегистрирует в dependency induction для этого я пишу dependency container здесь у меня есть вот log services сейчас сейчас один момент ну в общем-то я могу скопировать эту строку написать здесь iReview сервис и это соответственно у меня будет review сервис я уже зарегистрировал значит я могу за венджи в общем-то теперь я могу здесь вот в product manager сказать что я теперь хочу получить iReview сервис который мне предлагает название это чудно я говорю что я вот создал instance и собственно говоря так стоп я не туда его фигнировал но здесь он тоже потребуется теоретически я должен был его в категории сервис прокинуть вот но давайте это продевать не буду я сейчас объясню почему смотрите в product manager я теоретически могу использовать этот сервис потому что внутри него вот здесь я могу или скрыть товар в зависимости от вот если вот visible и model visible так вот вот здесь то есть секундочку определимся это у нас потолок видимый вот не видим а то есть в активном случае мне нужно если мне каталог невидимый и товар видимый такс ладно так пока и пропустим смотрите ревью сервис у меня здесь по идее вот где-то здесь есть такая нужно имплемент для имплементация видимость сейчас секундочку это мы закроем все сохраним я хотел проделать следующее то есть у меня теперь по идее должен быть какой-то провайдер для продукта и в него можно заинжектить ревью сервис и что при архе можно было прятать один продукт у которого его и зависимости давайте теперь создадим провайдер пойдет здесь у меня будет продукт провайдер вот они соответственно требуется описание лишнее удаляем вот и теперь получается следующее если у меня есть я могу в него инжекте сервис но теоретический сервис если вы читали статью или смотреть видео на сервис можно инжектить куда угодно и то угодно то главное не нарваться на реку все определяет зависимости поэтому вот в моем случае как раз но ничего не сломается я сказал что я щасную сервис сервис я сделаю из него свойства смысле field теперь я могу сказать что это у меня момент мы сейчас делаем что намешалось в общем там смотрите теперь у меня здесь должен быть какой-то метод который должен скрыть продукт видимость продукта я опять же сделаю оперейшн количество но приводится продукт который возвращается конечно этого не должно быть вот чем а будете сделаем сразу интересную штуку и в общем вот вот таким вот сделаем образом я напишу здесь int чтобы возвращалось количество продуктов которые изменили свою видимость ну и соответственно если он один то у него все и обзоры должны скрыться и собственно говоря он и сам должен скрыться образу и подобию это я сделал для ревью бай бай продукт давайте так зембай категории айди мы сейчас будем скрывать категории здесь целиком вот я вам хочу показать мне слагер требует описание заберите естественно я хочу это зари как для этого я хочу создать интерфейс да ай продукт паблик окей да хочу вот он появился интерфейс я писания скопирую пока это не суть важно конечно же вы отдельный вот и вот для чего это все сделано смотрите вот у меня получается ревью сервис продукт провайдер соответственно у меня есть категории менеджер и вот сюда я уже буду делать джекшн для продукт сейчас увидите как все красиво сложится мы делаем поле отлично и где он где он где он вот в общем там у меня есть категория где вот категория теоретически я должен был сюда не вписывать инклут а просто сделать следующее у меня есть продукт войдет который чаще вы заберете есть специальный метод в котором есть категория действия говоря вот о чем речь если у меня у категории она визи был то есть у сущность она визи был а в объем модуль приходит значение что она теперь не должна быть визи был для мне нужно вот эти продукты поставить скрыть ну скрыть то есть теоретически я должен сказать что у меня вот сюда параметром должен идти в данном варианте у меня это непосредственно категория и вторым параметром я должен сказать что то есть спрятать или показать ну в данном варианте я должен сказать false что это значит у меня естественно этих параметров не хватает я поэтому сделал сделаю вот допустим они тут что-то сделала я сделаю правильный метод который возвращает и прешим лица алку для которого мне нужно написать виза или тела теоретически встречу вот о чем то есть когда я делаю из меня видимость у категории у продуктов о категории иди мне нужно знать здесь должно быть написано категория иди вот ну и собственно говоря сделаем то есть данная функция я раз говорю следующее мне нужно у всех продуктов скрыть изменить видимость по категории день на false то есть вот эта вот штука теоретически у меня должна срабатывать вот здесь у меня имплементации нету давайте сделаем альтер имплемент вот у меня здесь появилась эта штука дополнительная перенесу в мой предыдущий метод потому что я уже начал писать лишнее сейчас уберу вот виза били и вот и вот тот метод который вызвал продукт мне нужно сделать в этом месте то есть мне этот провайдер получается будет иметь у меня сокрытие продуктов и соответственно любью с ними там внутри будет находиться в одном месте собственно говоря давайте закончим тогда уже с реализацией вот этого метода здесь как бы у нас есть еще 2 часть когда нужно включить реализации когда продукты вот должны стать видимой то есть теоретически я должен сказать следующее я хочу вот у этого я вот у этого вот в этой категории вот она я хочу поставить их в общем то вот эта вот часть у меня должна уйти уже непосредственно провайдер красивая картинка соответственно в проводе мне нужно доделать остальное да то есть мне сюда я в панике держу что мне нужно включить его собственно говоря я здесь писал чтобы не заморачиваться сделаем простом и так что у меня здесь нужно мне нужно сделать аюня текст соответственно аппликейшен юзер и и аппликейшен в ров это будет и уник о ворк я на следующий так что читабельнее было ну да еще и вот вот так получается что у меня есть давайте создаем ним из него поле и здесь у меня получается что здесь в одном месте централизовано буду включать вот здесь вот что мне нужно сказать а не просто продукт сначала нужны get all следующее будет вот здесь мне нужно написать категория день равен соответственно как категория 1 вы получили все продукты которые у нас привязаны к этой категории но этого мало мне нужно сделать еще здесь обязательно повод и здесь написать review то есть теперь я получаю только категории но из их ревью и соответственно я обработать могу в одном месте и видимость и у меня соответственно будет переходить дальше продукта от категории до продукта и дальше до ревью в общем то как вы понимаете ну я сделал такую простую логику что если выключается категория то выключается все продукты и все обзоры этих продуктов если включается категория какая-то включается все продукты и включается все категории извините и включается все обзоры но у меня в принципе других задач нет я просто делаю чтобы было понятно а вот если у вас какая-то другая бизнес логика более сложная соответственно метод нужно будет разбить на части и менять его в зависимости от ну каких-то других видимо предпочтений вашей бизнес логики и давайте проверим теперь что у нас это все работает для этого нужно удостовериться что у нас в депенденции инжекшн есть регистрация этого самого провайдера ну в данном случае это будет выглядеть примерно так соответственно на реализацию продукт провайдер ну и в общем-то теперь мы можем все это дело запустить напоминаю что мне с садовый инвентарь категория в этой категории есть один товар грабли и у грабли есть вот одно описание так сейчас откроем так трудовать поставить потому что они видимы или не включены давайте поставим теперь везде нужно скрывать нажимаем на дикую быстро работала на достаточно быстро давать проверил что это обновилась до этого раскрылся и категории скрылся и категории скрылся я все описание скрыть или давайте теперь давайте включим обратно и должны они все включить активно переключимся на базу данных проверим категория галочка появилась галочка появилась то есть все работает как принципе я и предполагал теперь ключевой момент смотрите так как мы вот это вот все манипуляции делали из менеджера у нас теперь существует необходимость покажу сделать примерно то же самое часа закрою и для продукта да то есть категории нам теперь не нужны у нас через них все прекрасно работает и теперь я могу здесь делать вот такую штуку так давайте посмотрим вот продукты вот товар нет вот товар сейчас посмотрим его идентификатор он не попал теперь я хочу редактировать продукт у меня тоже самое нужно делать то есть я могу и хочу скрывать вне зависимости от того скрыта у меня категория или нет соответственно вот у меня для редактирования информация я теперь получаю нажимая контур в у меня в юшка и собственно говоря теперь какого-то конкретного товара ставлю и зима фолкс не всем товаром категория конкретно там вот этим грамм я сейчас проверим что у нас то есть у меня вот этот товар грабли до должен скрыться и соответственно с ним должны скрыться всем него описание review я нажимаю товар видимо фолсы язык его соответственно мы проверяем что а вот действительно скрыться а вот описание осталось видимым вот этот а вот бабу нам нужно исправить как я обратно сейчас включу таким вот образом хоп продукты теперь давайте реализуем это действие такс для этого то есть я делаю у меня вот вот соответственно у меня есть провайдер который может скрыть визабилити бай категории айди теоретически я могу здесь надо сказать что у меня здесь не доелано то есть я вот решим резал дела я возвращаю ну давайте вот иду до ума мне здесь нужно обязательно написать что резалтами не равен продать round ну то есть сколько было обработано у меня же как раз в этом была цель вот ну текстовое сообщение писать не буду раз есть резалов на грани кому не интересно что там это вот получается что у меня когда сохраняется горе я делаю сокрытие продукт теперь смотрите раз умеешь провайдер я со всей могу есть мне не позволит мне позволить сделать и решим резалт int int и могу написать change виза билетим бай им воду иди но говоря как вы понимаете я хочу просто скрыть здесь только один товар отдых иди но и теоретически я могу поставить виза билите вот и таким образом у меня получается еще один член че 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 вот теперь мне нужно заимплементировать на самом деле классе наследники мне нужно не римов а имплемент вот теперь у меня вот что получается смотрите раз у меня есть есть продукт продукт какой-то у него визабилити устанавливается теоретически я могу это все сделать таким образом что ну во первых у меня есть сниппет который позволяет мне создать резалт я скажу что я хочу ночь этот оперейшен резалт вот теперь вот очистки мне нужно сюда передать либо продукт либо уже непосредственно его идентификатор не наверно было бы правильно сюда передавать непосредственно собрать посмотрим что у нас есть продукт модели у нас продукт есть когда я немножечко переделаю здесь у меня будет не продукт давайте уберу я сейчас пойду провайдер сюда и скажу что я хочу здесь получать уже соответственно они ссылку на ну то есть не его идентификатор что это дает мне это мне дает следующее во первых я уже здесь буду и работать с продуктом соответственно мне здесь нужно будет проверить есть ли этот продукт естественно не иди а продукт мы тогда делаем очень просто оперейшен нет неправильно я сделал это конечно нужно вынести наверх мы здесь делаем следующее иногда у нас оперейшен error равен new microservice argument noException ну давайте назовем его name of product и собственно говоря что можем ретурн этого сделать и выйти из операции а если у меня продукт найди то собственно говоря у меня вот это вот штука должна быть проверена я могу сделать таким вот образом то есть вы понимаете что некое дублирование существует и здесь и здесь но об этом мы поговорим позже давайте реализуем вот это итак если у меня продукт ревью на вину ну то есть ничего не пришло или там нет их тогда мы делаем выход если нет тогда мы прописываем вот такую штуку и говорим что у нас будет то есть я хочу вернуть количество ревью то есть вернее продукт ревью которые были обработаны раз у меня их не один вот и и все вот таким образом здесь я ничего не делаю кроме как помечаю записи на то что они изменены и соответственно меняю в них само свойство visible таким образом получается что я так или иначе должен здесь сделать save change и в зависимости от того будет результат этого я объясню если бы я возвращал отсюда вам сам продукт с измененными а не operation result вернее давайте тогда сначала почему я его не возвращаем потому что я вот этот метод могу выдел использовать в других местах непосредственно не только в самом менеджере но и вообще было отдельно в какой-нибудь там отдельный метод контроллера и дергать его напрямую соответственно мне нужно чтобы был какой-то operation result я могу так же возвращать просто продукт с изменениями тогда я могу здесь не делать save change а просто возвращать измененную сущности в этом фреймворке соответственно где-то save change будет происходить в другом месте поэтому я сейчас сделаю по-другому ну то есть unit work я все-таки использовал из окей да вот взял то есть что у меня то есть что сохранение было успешно давайте заместить тогда не успешно operation result operation result 0 operation и давайте сделаем вот так adderror она автоматически добавит сразу же информацию и в в message error так operation adderror и у нас тут соответственно operation last error давайте вот так вот собственно говоря это говорит о том что есть у нас операция сохранения не увенчалась успехом то мы выдаем наверх ошибку о том почему это не случилось в противном случае мы сохраняем все и выходим из метода суть вот в чем так теперь метод change visibility by product id мы можем использовать соответственно вот в этом методе но тут есть некоторые такие нюансы смотрите раз мы здесь делаем save change вот save change причем мы можем сделать save change здесь но суть в том что у нас получается две зависимые операции то есть если у нас сохранение визы видимости продукта увенчалась неуспехом то есть закончилась ошибкой то мы должны прекратить обработку и все видимости все измененные сущности откатить то есть соответственно изменить обратно таким образом получается что вот эта штука у меня должна делаться в транзакции сейчас найдем где она сейчас делается она делается вот где вот поэтому существует вероятность того что мы выхватим exception когда у нас при сохранении продукта и сразу же сохранение review к нему выскочит ошибка так я что-то здесь на самом деле видимо какую-то фигню придумал мне теперь вот это здесь не нужно да получается что я получаю дважды страны что этого упустил да вот f12 ой сейчас нажму 12 да потому что получаем поэтому какая-то фигня получилась извиняюсь вот то есть выполнение этой операции должно происходить в транзакции я сейчас на нее прыгну вот то есть чтобы у меня вот это вот вернее вот это вот тоже работало все должно быть более более как вы понимаете правильно итак для этого что нам нужно сделать ну для начала давайте так я вот это ставлю наверху вот давайте для начала сделаем run транзакцию сделаем это вот так var транзакшн unit of work сейчас один момент begin нет нет begin транзакшн вот теперь соответственно все это должны впустить вниз вот и теперь соответственно есть у нас будем иметь в виду пока ничего менять не будет то есть мы получаем все продукты а теперь смотрим есть ли продукты давайте напишем это обратно рекомендуются разные профессионалы то есть если у нас нет продуктов тогда мы ничего не делим мы делаем operation result ну давайте пишем add info типа нет продуктов пишется products not found ну в смысле нет нет у нас продуктов вот и соответственно return operation как говорится до свидания вот дальше если у нас все таки продукты есть тогда мы делаем следующее мы говорим for each и здесь делаем вот такую штуку у нас есть специальный метод который говорит нам то же самое мы говорим раз и вот таким вот образом получается что мы используем метод здесь у нас непосредственно тот же сам продукт здесь мы говорим о визабилити да давайте поставим визабилити и собственно говоря у нас этот так что мы тут выскочим у нас и вделить нет ничего делить не будем делать нет не мы будем сделать var так что у нас там change operation новое операцию мы получим от этого метода ну потому что он же возвращает и он же возвращает operation result как вы помните вот и нам в данном варианте нужно проверить есть ли change operation окей ну вернее если не окей тогда мы наш operation result говорим error отдаем error из change operation result то есть то что было выше и на самом деле return operation result прерывается в данном случае есть ли все завершилось удачно то есть есть ли мы у всех где ревью выполнили операцию визабилити сменили ее на то что нам нужно и после этого сделали save change ошибок не было у нас вернулся operation result здесь кстати можно сделать вот таким образом вот то есть получается что у нас ошибок не бывает и мы астоп конечно наоборот вот здесь смотрите здесь тоже нужно сделать одну секунду здесь нам нужно сделать return correction но тут уже получается что у нас решена тоже соответственно нам нужно добавить инфо типа того что но reviews было found для то что у нас там есть продукт вот собственно говоря это что говорит что у нас ревью не найдено мы пишем информацию того что не было не найдено ни одного ревью для этого в общем до свидания опять же другими словами получается что если у нас операция успешно и мы вот выполнили то то мы пошли тогда сделали продукт такую же видимость поставили и в общем то сделали все то же самое здесь нужно сделать work safe change соответственно здесь нам теоретически нужно проверить что не было никаких кстати вот это вот то что я сейчас копирую я буду пользоваться здесь также можно сделать один общий метод в котором возвращать ошибку если она не сработала и в противном случае если все сработало мне нужно сказать что commit и в общем то здесь у меня получится как раз ну что собственно я и хотел в общем суть в следующем когда у вас есть независимые операции то желательно если даже не желательно опять же все зависит от логики в моей сейчас реализации я не могу сделать если я не смогу сделать невидимое описание то есть review для конкретного продукта я могу сделать невидимое более того я хочу об этом опрократить информацию то есть ошибку администратору в общем то нам осталось только проверить что все это работает я только не знаю как проверить с транзакцией но ну не знаю просто партинас работает но прежде чем вообще проверять надо использовать этот метод сейчас он у нас использован только в самом провайдере а нам еще нужно его впендюрить путем фронтального впендюривания в сам продукт менеджер в категории менеджера естественно вот он дергается а в продукт в менеджере он еще не дергается ну в смысле не вызывается поэтому вот собственно говоря смотрите теперь у меня появляется review service помните мы про него говорили в самом начале review service в данном варианте у нас теперь ну пока собственно говоря не нужен дальнейшей оптимизации я его беру таким вот образом добавлю сюда i product provider так теперь мы создадим из него поля вот и собственно говоря смотрите когда у нас каталог то есть продукт был невидимый то есть entity был visible то есть то есть видимый и вдруг становится невидимый если entity visibility visible то есть когда был видимый и в модели он пришел значение невидимый то есть отключить тогда мы должны этот под product provider change review visibility by product id собственно говорят product id у нас есть entity а что нужно сделать нам нужно поставить false в общем то вот теоретически мы можем здесь также выкинуть ошибку потому что у нас возвращается то есть нужно написать var operation равно ой что-то я лишнее удалил да вот и если operation не окей то есть ошибка была я должен вернуть validator add validation result new validation result и соответственно написать что-то что-то пошло не так я надеюсь что вы детально напишите информацию в общем я это сделал для примеров теоретически для меня это не важно вот теперь запустим это все и проверим что это реально работает есть вот у меня есть тот самый продукт сейчас поставим off и так так а все нажимаем окей так прякнул пока убираем а теперь проверим что не так так и так категория должна остаться видимо продукт должен исчезнуть да исчез ну в смысле скрылся категория не спрятались ладно я предполагаю что у нас просто авария не пришла информация про ревью давайте это проверим сначала стоп смотрим сюда здесь 12 12 12 вот смотрим да то есть у нас продукт наверняка не пришла информация о том есть у нее или нет давайте сделаем по-другому мы сделаем вот давайте не будем надеяться на то что у нас продукт придет сразу с ревью а просто загрузим их если их нету для этого нужно сделать следующее но я сделал есть ли юнитов в данном случае продукт collection ну непонятно чего мы уже знаем у нас будет review is floated вернее в нашем варианте нужно проверить что они не задушны тогда мы делаем текст соответственно опять же products . collection вот здесь у нас будет опять же review и мы говорим load ну то есть если они не загружены тогда их загрузить теперь давайте еще раз запустим и проверим сейчас нет приложения так я делаю продуктов false ну-ка нажимаем все закончилось так давайте проверим итак проверяем категория не изменила видимость этот пропал и собственно говоря все сработало как я предполагал то есть и продукты его товары скрылись в общем то давай теперь сделаем обратную ситуацию вернее обратную потому что выкручили давайте включим нажимаем execute быстро она отработала давайте проверим еще раз итак это у нас комментарий не включились продукт включился вот теперь тоже интересная ситуация давайте проверять почему не так значит когда я говорю включить а ну видимо в project manager тут я просто не сделал проверку да ну соответственно это должно быть примерно так так entity это продукт сейчас not visible мы сделаем вот так и model стоял visible мы сейчас включаем сюда нужно поставить true и давайте проверим еще разочек так сейчас у нас стоит true так для начала нужно достовериться что в продукте а давайте здесь поставим обязательно true здесь у нас все вкручено так мы не трогали давайте сначала выкручиваем а потом соответственно вкручиваем итак сначала false нажимаем execute что-то быстро выполнилось давайте проверим здесь да отключился здесь да отключился переходим сюда обратно пишем true то есть включаем продукт приходим обратно в базу данных проверяем здесь соответственно включился и здесь соответственно включился вот неизмена ну в общем то наверное 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 на этом все потому что задача которая была поставлена изначально она как бы выполненный работает так что могу еще сказать могу сказать еще нет нет наверное больше ничего не буду говорить если у вас появятся вопросы пишите не стесняйтесь и на этом наверное все а то у нас уже и так много времени заняло не знаю не что не не а то не 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 а то что 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 это Продолжение следует...